Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святаго Отца нашего Иоанна Затауста, Феодору Падшему, Увещание Первое. Продолжение. Дьявол, зная, что сделавшие много зла, когда начнут каяться, делают это с великою ревностью, как сознающие свои согрешения, опасается и боится, чтобы они не начали этого дела, потому что, начав они, бывают уже неудержимы, воспомнившись покаянием, как бы огнем соделывают свои души чистого золота, увлекаемые совестью и воспоминанием о прежних грехах, как бы сильным ветром пристань добродетели. И в этом-то их преимущество перед теми, которые никогда не падали. То есть они проявляют сильнейшую ревность, если только, как я сказал, положат начало. Правда, трудно и тяжело сделать усилие, чтобы подойти ко входу и достигнуть преддверия покаяния, толкнуть и не изринуть врага, который тут сильно дышит и налегает. А после того, и он, будучи однажды побежденный, павший там, где был силен, не оказывает такого неистовства. И мы, уже имея больше ревности, весьма удобно совершим этот добрый подвиг. Начнем же, наконец, возвращение. Воспешим в оград небесный, в котором мы вписаны, в котором и обитать надлежит нам. Обеи отчаяния гибельно не только потому, что затворяет нам врата этого града и предводит к великой беспечности и небрежению, но и потому, что вергает сатанинское безумие. Ибо дьявол сделался таким не от чего-либо другого, как от того, что сперва отчаялся, а потом от отчаяния впал безумие. Так и душа, однажды отчаявшись в своем спасении, уже не чувствует помог. Не чувствует потом, как она стремится в пропасть, решаясь и говорить, и делать все против своего спасения. Как сумасшедшие раз, лишившись здравого состояния, ничего не боятся и ничего не стыдятся, но безбоязненно отваживаются на все, хотя бы пришлось им попасть в огонь или в море или в пропасть. Так и объятые безумием отчаяния неудержимо устремляются на всякое зло. Если смерть не постигнет их и не удержит от этого безумия и стремления, причиняют в себя множество бед. Посему умоляю, пока ты не слишком погрузился в это опьянение, отрезвись и пробудись. Отстанет сатанинское упоение, если невозможно вдруг, то постепенно и понемногу. Не кажется, что легче было бы, сразу оторвавшись от всех, задерживающих путь, перейти в училище покаяния. Если же это представляется тебе трудным, то как хочешь, так и вступи на путь, ведущий к лучшему. Только вступи и получишь жизнь вечную. Так прошу и умоляю во имя прежней доблести, прежней свободы, чтобы нам опять увидеть тебя на той же высоте и с той же бодростью. Пожалей о тех, которые соблазняются о твоей голове, падают, делаются беспечнее, очаиваются на пути добродетели. Теперь скорбью объят сон братьей, а весельем и радостью общество неверных и беспечных юношей. А когда ты возвращаешься к прежней строгой жизни, то будет наоборот. Наш стыд весь перейдет на них, а мы будем чувствовать великую отраду. Опять видя тебя увенчаемым и прославляемым с великим блеском. Такие победы доставляют большей чести и радости, потому что ты получишь награду не только за собственную доблесть, но и за утешение и одобрение других, представляя им собою, если кто из них пойдет когда-либо в такое же бедствие. Величайший пример того, как опять восстать и исправиться. Не пренеберегай же такую пользу и не своди в ад с печалью души наши, но дай нам вздохнуть и рассеять окружающее нас в облако печали о тебе. Мы, теперь оставив свои горести, оплакиваем твои несчастья. Если же ты захочешь отрезвиться, открыть глаза и присоединиться к ангельскому воинству, то и от этой печали избавишь нас и изгладишь большую часть грехов наших. А что обратившимся через покаяние можно просеять многое светло, а часто даже и более тех, которые не падали с самого начала, это мы показали из божественных писаний. Так и мы, тари и блудницы, наследуют Царство Небесное. Так многие из последних становятся впереди первых. Аминь. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.